Друзья, есть ли у кого-нибудь из вас знакомые, может быть, родственники, может быть, приятели, которые могут сказать, что я всю жизнь боролся с Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки? Думаю, что нет. А у Школы Здравосмысла сегодня в гостях именно такой человек, который всю жизнь посвятил борьбе с Центральным разведывательным управлением. Это кадровый разведчик наш, который занимался внешней контрразведкой. Тотров Юрий Ханберевич. Юрий Ханберевич, вам слово. Расскажите, как вы их там, этих злодеев. Так, ну с чего начать? Начать, я думаю, с того, что вот вы сказали, что я открытый разведчик. Действительно, я открытый разведчик. Мне я уволился в 93-м году, уже засвеченный и предателями, и подставами, и так далее. Но официально мне раскрыла наша служба только в 1993-м году. Ну, об этом, как это получилось, я, может быть, отдельно расскажу. В любом случае, я думаю, что помимо меня много разведчиков, которые еще официально не раскрыты, и которые, может быть, более интересны для служителей, которые, может быть, более богатую провели разведывательную жизнь, чем я. Но вот получилось так, что я почти всю свою оперативную жизнь, я посвятил борьбе с рук. Так случилось. Как я вообще оказался в разведке? Видимо, вопросы тоже возникают. Расскажу. Как говорят, все в жизни бывает случайно. Вот, допустим, у меня брала интервью версия. Так там журналисты, есть такие теперь журналисты. Они меня спросили, Юрий Хангиревич, говорят, вы с улицы пришли в разведку, из МИДа. Если бы они меня лично так спросили, это они так написали. Я бы им ответил соответственно, потому что люди не понимают, что в разведку приходят уже после разведывательной школы. А зачисляют туда, приходят ли из МИДа, приходят ли из контрразведки, приходят ли из Министерства сельского хозяйства. Был такой, который дослужился до генерала. Я помню, что мы пришли в 60-м году по решению ЦК Старой площади, но уже по рекомендации КГБ. Потому что меня лично уже КГБ знало хорошо, как я себя зарекомендовал во время провокации, которые против меня устроили в 59-м году в Бангкоке. Сотрудник ЦРУ, который подбросил мне письмо от предателя, моего однокурсника, получил такой, значит, отлуп от меня, что мне даже смешно было, что он сбежал с места встречи. Его, тот, который, сотрудник ЦРУ его прикрывал, то же самое исчез. Это мне запомнилось. После этого я проучился в разведшколе. И даже начальник моего курса пошутил. Юрий, ты же, париками, получилось так, что в результате того, как ты здорово себя повел во время этой провокации, ты теперь работаешь в разведке. То есть фактически тебя в ЦРУ сюда направило. Я говорю, ну что ж, я никогда, даже тогда, когда я учился, я не думал, что я буду потом только работать против ЦРУ. Как видите, все в жизни бывает случайно. Если бы Казачаев не сбежал, если бы мне не подбросили это письмо, если бы так я не среагировал, я бы не оказался в ЦРУ. А продолжал бы служить в МИДе, я не знаю, дошел бы я до посла, но в любом случае у меня была карьера МИДовского работника. А так я действительно, так, дальше. Дальше, соответственно, я оказался в политической разведке. Я вам должен сказать, что такое разведка у нас, чтобы знали. Основное, значит, служба внешней разведки. Основное, значит, информацию должны добавить политическую, экономическую и желательно документальную. И в наших резидентурах, об этом уже об этом писали, об этом известно, основное, значит, состав состоится сотрудников политической разведки, которые умеют хорошо тоже писать. Вот, допустим, те, кто мечтает попасть в разведку, они умеют составить правильный отчет какой-нибудь, рапорт, они туда никогда не попадут, не пройдут. Так что нужно и много читать, и много писать. Ой, не писать. Так что каждый эпизод нужно правильно представить, правильно подать. Вот. Ну, есть научно-техническая разведка, естественно, знаете. А вот обеспечивает безопасность работой резидентур, что резидентур КГБ, ГРУ и Главное разведное управление. И всех российских учреждений за границей, раньше советских, это как раз внешняя контрразведка была. С 1966 года у нас, по сути, появились офицеры безопасности. Тут мы, как всегда, отстаем от западных наших, как сейчас говорят, партнеров. Потому что если посмотреть на управление стратегических служб, которое существовало с 1942 по 1945 год, у них тогда уже, помимо политической линии, была служба контрразведки. Понимаете? То есть этому направлению работы все спецслужбы, и английская тоже самое, она уделяла должное внимание. У нас, к сожалению, это, видимо, на старой площади плохо понимали. И часто приходящие руководители нашей разведки, которые в основном были заинтересованы в получении разведки, они, значит, должное внимание не уделяли контрразведу направлению. Ну что, значит, во время работы в политической разведке я уже разведку выучил, помимо китайского и сиамской, которые я в Таиланде выучил. Мне пришлось учить японский. Японский я почти выучил, потом доучил его в высшей школе КГБ. на последнем курсе ходил просто, работая и ходил. Вот я так считаю, что разведшкола должна быть, где должны преподавать только специальные дисциплины, а все остальное, языки, это можно добивать уже работая разведки. Так, потом, значит, примерно с начала 63-го года я оказался уже в контрразведном подразделении. Сначала это мне показалось довольно скучно, потому что там уделяется должное влияние советской колонии, безопасности ее, всяким случаям, которые... Ну, потом, значит, мне пришлось уже заняться ИЦРУ. Что такое ИЦРУ? Что тоже я могу сказать. ИЦРУ – это гражданская организация. В отличие от КГБ или ГРУ, там нет воинских званий. Поэтому, если кто-то говорит «полковник ЦРУ», это грубейшая ошибка. У них там ранги, значит, грейды до 18-го, до 18-ти. Принимают примерно на уровне 11-го грейды, потом постепенно человек растет. И каждый грейд приравнивается к какой-то зарплате военной. То ли полковника, то ли генерала и так далее. Все это внутри грейдов примерно 10 степов уровней. Это все финансовая калькуляция. Резиндентуры ЦРУ бывают и большие, и маленькие. Вот, допустим, в Африке было несколько таких, в других странах, незначительных. Состоит резидент, шифровальщик и секретарша, то есть младший оперработник. Все, три человека. А бывают такие, как вот в Японии во время войны в Корее и после 50-х, 60-х годах, там было примерно до 300 человек доходило. А во Вьетнаме во время Корейской войны, я не знаю, как сейчас было в Афганистане, но во Вьетнаме там было до 800 человек. Резиндентура. Вот. Токийская резиндура, когда я приехал туда, первый раз в 67-м году, ее возглавлял такой Вильям Нелсон, он потом стал начальником оперативного директора ТЦРУ. Ну, а до приезда в Японию, я еще в 64-м году побывал в Японии вторично в короткой командировке. Это уже было на Олимпийских играх 64-го года. Я был в составе опергруппы. Так вот, мне было поручено, девушки были болисти. Ну, в результате мы, я не хочу сказать, что, благодаря мне, мне приятно сказать, что они завоевали золото. Мужчина меня особо не касался, они не получили золото. Но это, конечно, шутка. Вот. Еще до приезда в Японию получилось так, что, закончив разведшколу в 61-м году, я за границей оказался только в 67-м году. То есть в Японии, куда я первоначально должен был поехать, по техническим причинам, по-разному, независимым от меня, от ситуации. Но это, опять же, случайность. Получилось, что я разработал эту систему выявления сотрудников СУ. Это, опять же, я говорю о случайности. Если бы я уехал бы в 62-м году по линии политической, я бы никогда потом не вернулся к этой работе, к выявлению. А так, значит, я имел время заняться разработкой этой системы. И готовиться к заезду в Японию. Причем до меня толком не знали, что там за прикрытие. Но знали, что дипломаты там. А все остальное было в тумане. Я раздраконил все это дело. Выяснил, что вот, допустим, в диплисте в списке дипкорпуса американского посольства там представлено только пять человек. А на самом деле, как потом я... Вернее, не потом, а уже на имеющихся у нас материалах я выяснил, что там под военным прикрытием под военным прикрытием, как гражданские служащие департамента министерства армии, ВВС или военно-морского флота, существует несколько гиповых таких фальшивых военных подразделений. Типа Area Liaison Coordination Detection LCD или PMLD или CAG и все это работали все гражданские лица и даже судя по этому, можно их было вытягивать как подразделения ЦРУ. Уже военные организации, военные подразделения, особенно за границей, они не могли таким быть. это вот в принципе, как мне рассказывал один знакомый, уже когда я был на пенсии, бывший начальник армейской разведки, генерал-лейтенант, он говорит, а вон, это было в ресторане в Америке, а вон сидит мой бывший шеф, я говорю, что он тоже генерал? Нет, у него гражданский чин. То есть в Пентагоне тоже чуть ли не половина есть гражданских работников. Вот эта специфика американская. Ну, помимо такой американской специфики в ЦРУ, там часто встречается большое количество женщин. Ну, то, что мы знаем, что уже директором ЦРУ была одна женщина и недавно исполняла обязанности вторая женщина. Это говорит о том, что у них в этом деле очень здорово. Как-то, когда мне пришлось как-то поехать в командировку в Африку, так там только в Африке было четыре женщины-резидента в больших и малых странах. Но это все в общем я рассказываю. Теперь расскажу, как я начал работать. Начал работать, конечно, как салага. Я получил подставу американскую, причем в Пиндомбаре, где, как известно, одну подставу наши уже получили. Но меня никто не предупредил. самое интересное в этой штуке, что зачем делается подстава? Для того, чтобы человека прихватить во время передачи документов, получения документов от агента или от подставы. И тут же его, значит, арестовать, раструбить в прессе и так далее. Но отношение меня получается я могу только предполагать. Почему? Мне довелось с ним работать, провести только несколько встреч с этой подставой. Он мне кое-что приносил. А потом вдруг заявил, что ему запретили с ним со мной встречаться. На этом все закончилось. Но правда я ощущал, что в это время как раз со мной хочет встретиться, звонит посольство сотрудник Советского отдела. Я знал, что это сотрудник Советского отдела, просто игнорировал. Но они поняли, что со мной уже после того, как со мной удалось поговорить, в Бангкоке, они понимали, что меня ни на чем не возьмешь. Самое интересное, что когда я всю свою оперативную жизнь поработал в Сруб, мне часто говорили, Юрий, свои друзья, будь осторожный, они тебя похитят, они тебя отлупят, они тебя выгонят. Я говорю, ничего подобного. И так получилось, что в общем они знали, кто я такой, но относились с уважением. В любом случае мне удалось проработать в Японии и американцы, в основном сотрудники ЦРУ, относились ко мне очень лояльно, уважительно и даже осторожно. А сотрудники СИС вообще даже не смешно боялись со мной разговаривать. Видимо, такой меморандумы обо мне были справки напечатаны. вон. Ну, потом, значит, приехал в 68-м году Нелсона в Токио Джо Смит. Это бывший сотрудник ОСС, управления стратегической службы времен войны. он более миролюбиво настроен к резидентуре и резидент меня попросил, выяснив, что с ним контактирует резидент ЦРУ, он попросил организовать встречу. Вот впервые там была проведена встреча двух резидентов. Резидент ЦРУ резидента КГБ, во время которой обговорили, что будем работать, каждый решает свои проблемы, но соблюдая этику без всяких провокаций, без всяких покушений, попыток похищения и так далее. Это действительно так продолжалось. И поскольку я получилось так, что я сразу был рассекречен, расшифрован как разведчик, потому что кто в посольстве нашем советском так свободно встречается с американцами и особенно с сотрудниками ЦРУ. Только КГБши, причем даже сотрудники политической разведки, научно-технической, они стараются уклоняться от таких встреч. Но раз мне было поручено, я этим занимался. И за это время мне передали кое-какую агентуру, причем потом пришлось создавать свое еще дополнительное. И в результате я знал и расположение презентуры. И мы знали против кого изоамериканских разведчиков можно проводить какую-то акцию, я не буду говорить детали. То есть в этом случае как раз поговорка «знание и сила» она очень важна. О некоторых деталях можно сообщить в следующие полчаса. Юрий Сергеевич, у меня такой вопрос. А какие у вас есть правительственные награды? У меня нет никаких правительственных наград. Ни одной. У меня есть только грамоты Андропова, грамоты Кришкова. Понятно. Моя самая большая награда что меня в этой книге «Ближние и дальние соседи» автор английский профессор Джонатан Хеслом меня поставили в один ряд полковника который даже не был заместителем начальника дела в один ряд с двумя генералами Борисом Саламадином и Юрием Дроздовым. Это выявит о том что они знали кто я такой и они знали что я знаю тоже о них почти все. А бывший замдиректора начальник советского отдела подарил мне книгу Милт Бирден мой знакомый с автографом Юрию который знал слишком много ну по-английски естественно the man who knew too much вот и под новый год он мне сказал такую вещь значит написал поздравление написал Юрий ты уважаемый бывший противник you were simply one of a kind что я был такой один ну надо сказать что не до меня не после меня в Токио так активно никто не работал ну для этого нужно все-таки знать имеешь и желание и умение и то что я то что американцы когда я работал в Осоко уже в 91 году они как-то подошли ко мне не вербовать а просто прощупать не знаю не знаю о чем а кротевцев они мне сказали Юрий мы знаем что ты легенда в ПГУ я говорю ладно я налезть не поддаюсь мы знаем что ты но ты у нас легенда в Тру я говорю вот это интересно почему же это было 91 год а помнишь как ты проник к нам близи Энтуру ягод это же было в 70 году я что-то тебя там не видел а я говорит был за перегородкой вот вот об этом случае я потом может быть расскажу хорошо Юрий Хангельевич то что вы английский не забыли это мы уже слышим китайский японский тайский да помните еще ну без практики все забывается я вам скажу но если с китайцем встретитесь вот он будет на своем китайском говорить поймете о чем речь ну я иногда встречаюсь китайцев которые рядом приезжают приезжали китайский ресторан туристический автобус они в своем китайском ресторане питались а мне значит дорога как раз в пенсионный отдел сберкассу мимо этого я проходил и вот как-то я начал с ним разговаривать вокруг меня там толпа собралась но мы с вами обязательно о Китае как-нибудь поговорим друзья мы не прощаемся с нашим гостем вот продолжение его борьбы с центральным разведуправлением США мы услышим буквально через несколько дней будет следующее видео а сейчас от вашего лица я хочу поблагодарить Юрия Хангиревича огромное спасибо что выбрали время и пришли в школу здравосмысл поделиться своей борьбой это очень очень актуально особенно в нынешние времена спасибо 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 спасибо